Глава района Заур Хамирзов провел традиционное в преддверии майских праздников заседание антитеррористической комиссии района. Главные вопросы повестки обеспечения безопасности во время проведения мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и Дню Победы, а также проведении последних звонков на территории района. Ответственные лица доложили информацию о комплексе мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Так, о планируемых работах по этим направлениям доложил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Артур Варуков. Он отметил, что при проведении массовых мероприятий на территории обслуживания межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльской произведены расчеты сил и средств, необходимых для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, определены ответственные лица. В целях обеспечения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Кашхабского района в период подготовки и проведения мероприятий в честь праздника Весны и Туда, а также в 77-м годовщины победы и Великой Отечественной войны 45-45 годов, 9 мая 2020 года. В личном составе иммунных трассе Кашхабльских осуществляется мероприятие по подготовке и обеспечению общественной безопасности граждан и дорожного движения. При проведении мероприятий будут обеспечены соблюдение пропускного режима в местах проведения мероприятий работы наряда по периметру, безопасность дорожного движения, парковку транспортных средств на безопасном расстоянии от места проведения мероприятий. При необходимости по согласованию с главным муниципальным указанием ограничение дорожного движения. Увеличена плотность патрульно-постовых нарядов в местах массового пребывания граждан. Усиленные патрульно-постовые наряды ППС и ГИБДД будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. В связи с чем, план использования сил СС по обеспечению правопорядка на улицах и других общественных местах МОН ВДР Сикошхабльских ввесена соответствующая корректировка. Невластный аппарат, состоящий на связи с МОН ВДР Сикошхабльским, ориентированным на выявление лиц, имеющих замысел совершения террористических экстремистских акций и их намшения правопорядка. По данным вопросам также отчитались начальник управления культуры Рауф Хурия, заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Мы вчера получили приказ о завершении учебного года, где прописано, что именно 25 числа проводится данное мероприятие. И после этого был издан приказ по управлению образованием, вчерашней датой номер 124, где, значит, определены ответственные по управлению образованием это Зихохов, по образовательным учреждениям это руководители, по обеспечению комплексной безопасности в период проведения праздника последнего звонка. Все мероприятия начнутся в 9 часов во всех образовательных учреждениях и завершатся примерно, ну, продолжительность 30-35 минут. В данном приказе прописано, что нужно сделать каждому руководителю образовательного учреждения. Это усидение пропускного режима, обседование чердачных, подвальных помещений, проведение бесед с обучающимися, ну, организация дежурства на территории из числа работников образовательных учреждений в период проведения. Заур Хамирзов поинтересовался готовностью школ к проведению ЕГЭ и ОГЭ. На этот вопрос ответил руководитель Кашхабрской школы номер один Юрий Беджанов, на базе которой и проводятся эти экзамены. Техническое обеспечение, Заур Хамирзов, школа полностью готова. Мы в этом году от Министерства образования еще получили 11 комплектов специальной техники для того, чтобы не в штабе сейчас непосредственно отправлять работы в государственную ассоциальную службу, а для того, чтобы непосредственно перед учениками уже выполнены работы сразу перед ними и отправлять непосредственно туда. То есть практически все кабинеты сейчас укомплектованы и готовы к проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. По последнему вопросу повестки о работе администрации по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений, отчитались глава Игрухайского сельского поселения Руслан Брафтов и заместитель главы Игнатьевского поселения Елена Чернышева. По результатам заседания разработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности граждан в период праздничных дней.